Доброго времени суток, уважаемые мои друзья! Зовут меня Перпетум Иллижай Александр, и сегодня мы с вами продолжим заниматься врачевательством в игре под названием PlakMD, в которой я притворяюсь местным деревенским лекарем, и получается по-разному. Иногда жители на меня почему-то злятся, а иногда наоборот такие, о да, спасибо, вот тебе деньги, спасибо, что вылечил, я не знаю, сколько у нас денег, давайте посмотрим, вроде бы я уже что-то покупал, 90 монет, да, ни на что не хватает, поэтому, друзья, идем ложиться и начинаем завтрашний день. И, конечно, если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков, а меня, кстати, могут скоро сжечь на костре, я бы этого не хотел. До вас дошли слухи, что кто-то отравил колодец, и теперь вся деревня страдает от недугов, вызванных зараженной водой. Вас мучают сомнения, смогут ли крестьяне сами очистить источник? Ммм, если я помогу крестьянам очистить источник от отравы, наверное, они перестанут желать сжечь меня на костре. Крестьяне справятся сами, у вас и так много дел. Ну, это может как раз-таки привести к сжиганию. Давайте попробуем сделать доброе дело и помочь им. Опа, вы помогли жителям очистить отравленный колодец и снискали славу самого умного человека в деревне. Хмм, хорошо, но они все равно хотят сжечь меня на костре. Самого умного и единственного врача в этом городе, в этом поселении. Вы пришли среди кухонной утвари подходящий чайник и ступку. Теперь вы готовы вступить в неравную схватку с новыми хворями. Да, друзья, у нас тут простуда, но я все еще не понимаю, для чего скальпель. Вырезать гланды, аденоиды, это жестко. О, привет. Ты вся воняешь? Как же мне дурно. А, у нее похмелье. Дай-ка я, дорогая моя, вспомню, что нужно делать. Я забыл. Так, ожоги у нас с помощью лука лечатся. Открытая рана с помощью яичек. Просто освежаю память. Подагра с помощью трав. Гангрена с помощью молотка. Отравление с помощью воды и пьявок. А вот простуда очень сложно. Хорошо, вода и пьявки, это классика. На, выпей немного водички. Сюжетные персонажи накладывают на доктора особые эффекты, мы это знаем уже. Спасибо, лекарь, мне гораздо лучше. Что она? Попрошайка норовит украсть предметы со стола. А мне сказали, что это не попрошайка ворует предметы, а крыса. А попрошайка быстрой руки, наоборот, позволяет быстрее работать. Но это нелогично, друзья. Что у тебя, гангрена? Это нелогично. То есть у неё же написано, что она ворует предметы. И именно она их воровала. Так, ему руки отрезали. Чувак, прости, конечно, я бы делал это быстрее. Но у меня тут крыса бегает. Спасибо, лекарь. Крыса, иди сюда. И почему за отрезание рук платят так много денег? Ой, мало точнее. Так, снова отравление. Давай, нальём воды. Раз, два, три. Быстрее и пьявки. Спасибо. Ты кто такой? Я слежу за тобой. Ничтожество. Каждая ошибка будет стоить вам дороже. Да ты офигел, чувак. Я никогда не ошибаюсь. Я делаю всё максимально идеально. Ты посмотри. Хоп-хоп-хоп. И нету ручек. Хоп-хоп-хоп. Зашил остатки. Хоп-хоп-хоп. Перевязал. И деньги в кармане. Ты убедился в этом? Давай теперь иди своей дорогой. Смотри. У чела вон это. Рана. Чё там нужно делать? По-моему, яйцами её смазать. Да, открытая рана. Яйца плюс... Ага. Можно сказали прямо на нож намести. Но чё-то я не понимаю как. Яйца. Потом раствор скипидара. Смазали. Зашили. Крыса. Не трогай нож. Там ты оставишь свои бактерии. И люди заразятся чумой. Откуда здесь только крыс? Почему в средневековье было так много крыс? Почему с ними не боролись? Почему не заводили армии кошек, которые могли бы с крысами справляться? Спасибо, лекарь. Мне гораздо лучше. В нашем мире крысы есть. Никто не отрицает. Но я их не видел, наверное, 15 миллиардов лет. Так, тебе нужна эта... Да, я понял. Травы. Плюс это... Это не то. Почему я не посолил? Подожди. Оржоги. Ну всё правильно. А, лук. Лук. Я ошибся. Так. 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 А-а-а! Нет! Я совершил одну ошибку, и он помер. Ты умер от ожогов, чувак. Ты мог ещё немного потерпеть. Блин. Ну я ошибся. Так, ладно, выкидываем. Наливаем воду и давай. Ябочками. Чё тебе надо? Чё тебе надо? Пьяница разодоривает больных. Они могут отказаться от лечения. Ничего страшного. У тебя чё? Сначала болел этот палец. У меня так сильно. Теперь вовсе согнуть не могу. Понятно? У тебя подагра, мужик. У тебя подагра. Чё ты не хочешь? Почему? Я тебя ж подлечил. Подагрой. Подагра. Ну, наложил. Всё нормально. Э, ты чё? Ты чё? Он отказался от лечения и умер. Эй. Это чё за подстава? Это дикая подстава. А чё это такая подстава лютейшая? Так, ладно, у него ожоги. Нам нужен лук. Сюда. Так. Так. Офигеть. Офигеть. Он послушал пьяницу, а не квалифицированного врача и два раза, два раза отказался от лечения. Два раза. Это же вообще ужас. Чё я делаю, блин? Я начинаю переживать. Тебе чё надо? Чел, меня и так могут сжечь. У меня и так нервы шалят. Вы же понимаете, что кроме меня больше вам никто не поможет. Вы все умрёте. Вам осталось всем жить ровно три дня. Вы же все погибнете. Вы же почему меня ненавидите? За что? За что? Я же трачу своё время. Я трачу свои силы. Я рискую своей жизнью. А вы, неблагодарные создания, вы пытаетесь меня ещё и наказать и сжечь за то, что я вам помогаю? У вас вообще совесть есть? Вам известно такое понятие, как совесть? Вообще. Я понимаю, что средневековье и все дела, но ёлки-палки. Ребята, ну вы же не такие глупые должны быть. Вы же умные люди. В средневековье было много, полно умных людей. Множество. Но почему ко мне приходят именно откровенные, непонятно кто? Крыса, ты и то умнее будешь, чем большинство жителей этой деревни. Давай мы с тобой лучше сделаем свою деревню. Будем жить ты и я, крыса и человек. Мы создадим новое общество, которое не будет заниматься фигнёй. Зашить руки. Я зашил ему уже руки. Я протупил. А, всё нормально. Чё, кузнец? Ну чё тебе надо? Чё, вот чё ты пришёл? Скажи, в чём твоя беда, и я попробую помочь. Левый глаз ни черта не видит, сложно работать. Дай-ка посмотри, увижу помутнение. Да у тебя, похоже, катаракта. Лечи. Это не так просто. Если у меня дрогнет рука, ты лишишься глаза. А тогда же при катаракте немного срезали, да? Как это? Кристаллик там, чё-то его подвигали. И, в общем, срезали верхний слой вот этот мутный. И нормально было. Не знаю, как называется. Короче, срезали чё-то, вырезали. И нормально. Ты лекарь, лечи. Попробовать избавиться от помутнения с помощью скальпеля. Давай попробуем. Ну, мужик. Рискнём. Перевяжем теперь. Всё, ещё ничего. Нужно подождать несколько дней, конечно, пока оно вырастет заново. Кристаллик, радужка. Я приду завтра. Завтра приходить не надо, нужно несколько дней. Знаете чё, друзья? Если у него один глаз не видит, хуже мы точно не сделаем. Хуже мы точно не сделаем, да? Будем честны. Да, он может остаться без глаза, но, с другой стороны, зачем ему глаз, если он всё равно не видит? А так, хотя бы есть шанс на то, что глаз увидит. И ведь это хорошо, да, друзья? Но другое дело, что мы могли заражение внести в кровь. Занести там какую-нибудь гадость от крысы. Хотя, не знаю, мнение. Ну, кузнец классный. Он не давил на меня. Он стеснялся, подошёл, постоял такой. Ну, я чё-то хочу подлечиться, но я стесняюсь. Нормальный мужик, в общем, с войски такой. А вот остальные то падают, то умирают, то ещё гонят на меня, воруют. Неблагодарное население деревни. Ладно, что у нас в лавке продаётся? Давай посмотрим. Триста пятнадцать монет. Я уже, наверное, каждого в деревне вылечил. Иду в таверну. Просто отдохнуть. Просто попить кваса там, поесть борща и так далее. Чё? Крестьяне такие, о-хо-хо-хо! А чё это он посмел пойти в таверну? Ужас. Ну да. Не просто приходилось и лекарям, я думаю, в те времена. Могли сказать, что это... О, знаете, он вообще-то этот колдун. Чё это он лечит людей? Ничего себе. Давайте-ка его сожжём. Это в основном в Европе было, но как бы... В наших краях такого, ну, тоже была охота на ведьму. Но супер-супер редко, супер-супер мало. А там в Европе была прям истерия по поводу колдунов и ведьм. Там кучу людей сожгли. И запытали, убили. Ужас, короче. Хорошо, что сейчас не такие времена. На вашем пороге крестьянка с глазами на выкате. О, лекарь, я долго вас искала. Моя беда не так проста. Причину мы отыщем в саду жизни. Узнать мне надо, где в деревне сад. Я ожидаю с раннего утра. Уже три раза приходила. Мне страшно, но я сама не знаю, почему. Чё? У тебя шоза. Ну, тебе надо в дурку. Дурку ещё не изобрели. Подруга. Хотя были разные. Монастыри, наверное, отправляли людей таких. Душевно больных. Помешавшихся. Или просто говорили. О, знаешь, в неё бесы вселились. Это стопудово бесы. Давайте сожжём её. Почему бы и нет? Средневековье. А, ну вот. Тут так и написано. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я даже не прочитал ещё. Ну, блин. Ну, конечно, никакие это не бесы. Это психическое расстройство, скорее всего, какое-то. Но вряд ли поможем ей. То есть, ну... У нас нету психоанализа. Мы не знаем, как работает человеческая душа. Мозг и так далее. Мы не можем ничем помочь в те времена. Какие рецепты могут быть? Какое-нибудь успокоительное. Вы открыли книгу, но ни один рецепт не подходит по описанию. Отчаявшись, вы поили крестьянку водой, пока она не начала упираться и исторгать из себя всякую гадость. А затем достали банку с пиявками и пустили бедняге кровь. К вашему удивлению, немного отдохнув, она почувствовала себя лучше. Деревенские жители не в восторге от ваших методов лечения одержимых. А, вот. Спасибо. А это такая благодарность от жителей деревни. Спасибо. Я... Спасибо. Уйти бы куда-нибудь реально с крысой, взять пару куриц и жить там на отшибе где-нибудь. Это безопаснее. Изучив записи прежнего доктора, вы узнали новые свойства лекарственных трав и научились готовить настой для промывания глаз. Ну, как бы хуже не сделать. Ну, промывание глаз, конечно, бывает. Что гноятся глаза. Забыл, как это называется. Глаз все еще ничего не видит. Ячмень, по-моему, это называется, да? Когда глаз такой... Ячменистый. Так, глаз все еще не видит. Нужно несколько дней, я же сказал. Ты будешь стоять? Дед. Давай, у тебя ж не выросла радужка. Здравствуй, лекарь. Жану лучше, а он идет на поправку. Прости, что не доверял тебе. А вот, а я же говорил. Скажи теперь всем жителям в деревне, что я классный дядька. Рад был помочь. Сними мне жел... А можно понизить желание на костре меня спалить? Ладно, подагрыч пришел. Ну, давай. Ага, ага, ага. Похрамывает. Подагру можно распознать по хромоте. Опа. Так, тут нас спасут яичечки. Яичечки, яичечки. Плюс иголка с ниткой. Хотя, если у тебя рука порезанная, и порез не глубокий. А, ну, там же даже в книжке написано, что глубокий порез нужно. Опа, мужик. Пока ты не успел опомниться, быстренько... От... Это... Да. Как это называется? Я оторвал руки тебе. Отнял, отнял руки твои. Че? Я ж зашил ему руки. Я ж это... Ну, наводил на него ткань. Че? Подстава какая-то. Так, промывание глаз. Знать бы еще, как это делается. Простуду мы еще ни разу не лечили. Никто не приходил с простудой. А тут сложный рецепт. Простуженный чувствует слабость, жар или озноб. Конъюнктивит это. Вот оно. Не ячмень. У больного и болят глаза, и чешутся и гноятся... А, у больного и болят, и чешутся и гноятся глаза. Плачет он и прочитает. И боится света дневного. Приготовить настой на травах и сделать компресс для глаз. Больному не спать в течение всего дня. Держать высоко голову. Не носить ничего, что сдавливало бы шею. Воздерживаться и отдыхать. Принимать пресную пищу. Курятину или перепелок. Так, мы должны сделать вот че. Подожди. Вот травы. Мы, получается, должны нарезать. Нанести их на ткань. Или сперва нужно ткань смочить. А потом нанести травы. Вот я не понимаю. Ну, давай по порядку. Сперва, короче, берем травы. Нарезаем их. Дальше чайник. Кипятим. А, вот. Вот так это делается. Все. Я понял теперь. На. Все. Все просто. Надо было травы именно закипятить. Это все меняет. О, у нас тут что? У нас тут время лука, я смотрю, да? И солонки. И столочь. И вылечить. Спасибо, лекарь. Что ты? Вы торопитесь под пристальным взглядом кузнеца. Время на лечение больных сокращено. Простуда у нас там. Это будет сложно. Так. Травы. Потом лук. Все смешать. Закипятить. Я понял. Сперва травы. Так. Че? Подожди. А че я не могу травы положить... Сюда? Может так? А. Так. Положить травы. Потом истолочь. Лук. Я понял. Так. Истолочь. Лук. Сюда. Закипятить. И потом налить в чашу. Эй! 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 Я же все сделал! Ну я же первый раз. Ну лечу. Ну ешки матрешки. Ну... Впервые же с этим справляюсь. Ладно. В следующий раз буду помнить. Так. Яйца разбить. Жесть. Еще и кузнец. Это все из-за кузнеца. Я же ему помог. Вы же понимаете. Я помог кузнецу. Вырезал ему глаз. Сделал доброе дело. И что он такой? Я приду и буду мешать тебе работать. Спасибо тебе, кузнец, большое. О. Два лукаша пришли. Молодцы. Давайте. Одного вылечим, а второй иди домой. А. Понятно. Ты опять мне все хочешь спортить. Да? Ты хочешь, чтобы я умер? Чтобы я сгорел на костре? На. Подлечись. Так, ладушки. Выливаем сюда. Яйца давай. Они меня доведут реально до цугундера. Уже довели практически. На. Вот только не смей отказываться. Ты же сам пришел. Ага. Вот и вдвоем уходите. Если монах. Че ты? Кто? Священник напевает за унывную мелодию. У вас слипаются глаза. Че у тебя, чел? Че ты дымишь весь? Че ты чувствуешь? Голос совсем пропал. Слышишь, как хрипит? Так, простуда. Тихо. Истолочь. Лук. Давай, не компостируй мне мозг. Блин, а зачем он мне это, песни свои поет? Вот ты поешь. Иди домой. Че ты пришел-то сюда? Тебе что, заняться реально нечем? Так, давай. Спасибо, Олегарь. Мне гораздо лучше. Давай, давай, давай. Руки в ноги. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Побежал. Так. Он реально поет песню. Заунывную. Так, отпилить. Я ему отпилил руки, что ли, уже? А, да. Я запутался из-за твоей песни. Я реально засыпать хочу. Ладно, 455 монет. Мне придется опять потратить все деньги на индульгенцию. Вместо того, чтобы улучшать инструменты. Может быть на апгрейд хотя бы чего-то хватит. Индульгенция стоит 200. Че у тебя, подагра? Сначала болел палец, понятно. Давай. Ну, нормально. Много работаем сегодня. Много посетителей. И нормально. Еще один подагрич пришел. Давай. Да? Обмотай ноги и иди отдыхай. Вот ты лучше бы молитву какую-то прочитал полезную, чтобы... Иди. Простуда, да? Так, давай. Так, крыса, ну ты-то зачем тут здесь? Нужна. И так нет сил и времени. Давай. Крыса, пожалуйста, не воруй только... Сироп от кашля, мой. 15 монет всего лишь за простуду. За самую сложную болезнь, можно сказать, по методике лечения. Крыса, ладно, тебе придется отсюда уходить. Я хотел основать с тобой деревню. Ты вела себя хорошо все это время. Но теперь ты, крыса, подводишь меня. Ты тоже стала хулиганить. Даже от крысы мне не искать какого-то уважения. Ах, оставь, лекарь, свои дела. Плоть грешна. Нет нам спасения ни на земле, ни на небесах. Идя долиной смертной тени, давно ли молимся? Хм, господу лекарь. Ты, кстати, будешь же сжигать меня, да, на костре? Будешь читать свои какие-то штуки, чтобы сжечь меня на костре? Святой Отец, не ждет ли вас в церкви приход? Не поможет падшим грешникам исповедь. Устал я молиться за этих грязных прелюбодеев. Господь не отворачивается от своих сынов. Не теряйте веру. Давай. Правильно, давай. Святой Отец, давай. Ой, одна ошибка всего лишь допущена. Крыс прогнана. Много, много. Две. Ну что, идем в лавку. Тратить заработанные честным трудом деньги на индульгенцию. Прокачал бы я что, друзья? Я не знаю. Молоток, пилу. Вообще, по логике вещей, иголка с ниткой. Зачем мне скальпель, я до сих пор не понимаю. Я простуду и без скальпеля нормально лечу. Такс, для катаракты нужна была конъюнктивита, да, там? Что там для катаракты? Такс, ладно, возьмем нитки. Они чаще всего используются. Окей. Ну все, вроде живем. Следующий день сейчас начнется, друзья. Вы можете выйти на экран деревни. Понятно, дом доктора. Давай смотреть. По пути к колодцу ваш взгляд натыкается на что-то лежащее под кустом. Вы подходите ближе и обнаруживаете мешок с монетами, которые кто-то обронил. Не, я уже как-то раз взял эти деньги, я больше не буду. Отнесу мешок старости. Совесть не позволила вам взять чужие монеты, и вы отнесли мешок старости. Староста был крайне рад, ведь это он обронил деньги в спешке. Вы снискали репутацию крайне честного человека в глазах старосты. Чем весьма гордитесь. Вот это хорошо. Вот это прекрасно. Теперь люди будут ко мне хорошо относиться, и теперь у них нет желания сжечь меня. Вы услышали больше о кровопускании, и теперь готовы применить свои навыки для лечения новых болезней. У меня мышка перестала работать. Угу, понимаю. Включил зарядку, мышка начала разряжаться, и сейчас она... О, заработала. Да, мигрень. Как она лечится? Давайте сразу прочитаем. А то потом я буду опять паниковать. Глаз все еще ничего не видит. Нужно больше времени. Так, как там мигрень лечится? Тоже травы какие-то. Эй, лекарь. Все ты работаешь и работаешь. Ни минутки свободной. Не хочешь отвлечься от своих забот? Давай, иди отсюда, реально. Ну, как знаешь. Мусье, ну дай деньжан с голоду не помереть. Да, мне что, пришлось лакомиться крысятиной. Вот, держи, только не отпугивай пациентов. Давай. Надеюсь, она больше не придет. Мигрень. Травы плюс пиявки. Понятно. Что у тебя? Понятно. Фадагра. Мигрень. Травы плюс пиявки. Ну, хорошее решение на самом деле. Что у тебя? Голова болит? Так, травы, значит. Крыса, давай-ка не мешай мне. Заварим травы. Вот тебе настой. Ты офигела? Стой. Что, неправильно понял? А, истолочь сперва нужно. Понятно. Да крыса! Ты крыса! Ну, крыса, ты крыса! Ты крыса! Почему ты крыса? Крыса, иди отсюда, крыса! Крыса! Ты крыса! Ты знаешь, что ты крыса? Ты ведешь себя, как крыса последняя. Я тебя так расхваливал. Какие даже крыса. Блин, даже крыса меня обижает. Меня все обижают. Башка болит. У меня зато есть, это, раствор сразу для тебя. А? Сразу зато был готов напиток и пиявки для него. Так, подагра. Понятно. Это подагра у нас. Давай. Блин, крыса, ну, за что? За что такое отношение? Чего плохого я крысе-то сделал? Голова болит. О, беды! Спасибо тебе. Тоже, мне хорошо тоже. Когда вам хорошо и мне хорошо. Что, минус глаза? Солнце так ярко светит, что режет глаза. Чего там с глазами вашими? Травы нарезать. Скипятить. На. О, давно у нас не было минус ручек. Зато у меня новая иголка и нитка, я могу быстро зашивать ручки. Такс. А где они постоянно гангрену эту ловят? Я понимаю, что работа в поле. Возможно, какие-то там, не знаю, занозы попадают или еще что-то. Но. Либо они просто больно ударяются где-то. Что-то падает на руки или, не знаю. Или ломают они их. Или открытые переломы или что еще. Так, конъюнктивитыч. Там у нас что? По-моему, так. Перепроверю. Ай, нет. Она все равно украла, так что пофиг. Ура! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ура, крыса! Ты крыса! Так, вот это мой любимый подагрыч. Мое любимое. Раз-раз и здоров, и деньги плюс. 25 монет еще за подагру платят. Вообще отлично. Другие болезни не настолько прибыльные. Я понимаю, чувак. Минус руки. Прости, мужик. Другого выбора у меня не было. Придется тебе ручки-то оттяпать. Грустно это. Ну, только пальцев лишился. Можно жить, работать еще. Если у тебя есть семья, будет нормально. Так, подагра. Эх, почему так нельзя делать? Это было бы удобно. Меньше движений мышкой, меньше движений курсором. А, следовательно, и работа гораздо лучше. Так, у нас тут что? В чайник. И... Моментальное лечение. Мастерство высшего класса, высшего разряда. Что, голова болит? Что-то я про голову опять забыл. Блин, мигрень. Просто тут, видите, в одном месте нужно нарезать, в другом месте нужно истолочь. И я вот это путаю постоянно, так? Хотя, какая разница? Ну, типа, либо разрезать, либо истолочь. Надеюсь... А, крыса выпила весь раствор! Понимаю, понимаю, крыса, понимаю. Сейчас еще выпьешь, да? На, выпей! И крыса опять сперла мой раствор. Приятного аппетита, крыса! Че у тебя, голова болит? Нога уже неделю ноет. Понятно. Жесть, крыса теперь. Мне бы мышелову фук... Что тебе надо? Ну, шо тебе надо, дядя? Че тебе надо? О, правильно. Это, видимо, твой был кореш, и ты его ждал. Но отвлекать врача нельзя. Так, подагра у него. Давай, ставься. Вот бывает, знаете, врачи. Врачей встречаешь злых. Ну, вот теперь я понимаю, почему. Бывают разные пациенты, которые могут на мозги капать люто. Ты вроде им помогаешь, а они могут еще и, типа, говорить, типа, а, врач, это вы меня неправильно лечите. Как будто знают лучше, чем врач, как лечить и что делать. Встречаются, встречаются такие, друзья. Люди, которые начинают с врачом спорить и так далее. На мозги, на нервы действовать. Работа с врачом это тоже очень нервная работа. Давайте будем честны. Нужно стараться, конечно, быть... А, понимаю, классно. Быть не злым. Да ты что прикалываешься надо мной? Нужно пытаться быть не злым, но... Нервозность можно понять. Денег заработано 455. Крыс прогнано 4. Жестко. Все это очень жестко. Лавку. Пойдем в лавку. Пока индульгенцию можно не покупать. Я аж прямо загорелся сегодня. И купим, не знаю, чайник. Быстрее было бы, чтобы... Да, кипятилось все. А что? Мы купили чайник, да? 230 монет, ни на что не хватает. Так что отправляемся в следующий день, друзья. В следующий день. Дом доктора. Что за событие будет сегодня? Далеко за полночь в дверь постучали. Усталый и грязный человек на пороге представился лекарем из города. Он сбился с пути и попал в переплет. Вы чувствуете на себе его... Так, подожди, он уже приходил. Солгать и прогнать. Но почему недовольство выросло? У нас уже он приходил. В прошлой серии. Почему он пришел опять? Мы почитали о зрительном воздействии зверобоя. И проснулись пораньше, чтобы пополнить свои запасы лекарственных трав. Зверобой, понятно. Еще и депрессию будем лечить. Но зверобой, он просто успокаивает скорее. Глазу уже лучше могу работать. Спасибо, а денег заплатить? Пожалуйста, не вежа. По факту. По факту не вежа. Ну ладно, друзья. На этом мы с вами пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи, пока. Счастья вам. Не болейте ни в коем случае. И берегите свое здоровье. И себя вообще берегите. И всех берегите. И родственников, и друзей. Всем здоровья, счастья и добра. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok